Всем привет, друзья, с вами Райзум. Сегодня я покажу вам реплей с противостоянием между царями гробниц и воинами хаоса. За царей играет Ломви Мэтт, а Коллегион, ему на воинах хаоса противостоит Жан Пастекс, карта у нас Золотой Монолит. И в качестве лорда у царей здесь довольно редкий выбор, это верховный жрец Хатеп на колеснице, тем более, не на шкатулке, как мы привыкли его видеть в коробочном билде, а на колеснице. У Хатепа есть замечательное заклинание, это Буря, оно не требует мана, его можно бросить три раза и попытаться сдуть пехоту противника. Это есть Проводник Чар, есть Заклятие Иссушения, Заклятие Защиты, Заклятие Проклятых Клинков, есть Посох Леча, легендарный предмет, и Беспокойные Мертвецы, пассивочка для того, чтобы регенить хп своей армии. Элитные Ушепти, избранные богами два отряда Всадников Скелетов, две шкатулки Душ, которые замечательно расстреливают пехоту Хаоситов, дорогую и тяжелую пехоту Хаоситов. Чем ближе будут Хаоситы подходить, тем им больнее будет в итоге. Здесь у нас Некротект со способностью Хила, видимо по Душепте, здесь же Всадники Скелеты стоят в лесу, прячутся, воины Скелеты, выйдет их довольно много с копьями, два отряда у нас Стражи Гробниц с Алибардами. Дальше, Ухасита, Ухасита Хашки, три штуки, это грабители Всадники, это все грабители Всадники, да. Серьезные ребята, не самые дешевые. Здесь же, в качестве лорда Архаон навеки избранный, у него есть меч, стоят насмерть, горящая голова, куда же без нее против нежити, огненный шар и огонек Лучины. Архаон кастует, кстати, огненный шар, усиленный, судя по всему, в шкатулку Душ. Сейчас посмотрим, как сильно пробьет он ее, ну-ка. Попадает, попадает довольно неплохо, и у нас снимается шесть сотен ХП. Здесь, посмотрите, Легион увидел, что грабители Всадники пробиты, выехал вперед Некротектом и прогнал, их, ну, отогнал. Чем сильнее ты задержишь фронтлайн Хасита, тем больше твои шкатулки Душ успеет настрелять. Здесь же идет огонь сейчас по Войнам Хаоса. По пехоте Хаситской, вы видите, два отряда Войнам Хаоса с Алибардами, три отряда Войнам Хаоса с тяжа оружием, элитных Войнам Хаоса с Зеркальную Стражу и двух возвышенных героев на конях без каких-либо предметов. Архаон несется, уже добрался до скелетов-копейщиков, сейчас куда-то пойдет Огненная Голова, потому что нужно Хаситу постоянно вздувать пехоту противника, чтобы быстрее пробить. Царь без пехоты это грустный царь, и разбить его будет проще, конечно же. Бросается Огненная Голова, не успевает Легион среагировать, давите назад, попытался отвезти отряд. В этом проблема, кстати, мне рекомендовали отводить отряд в ту сторону, в которую ты смотрит отряд в которую, потому что иначе он будет тратить время на поворот. Ну, тут, конечно, в полубое, когда сам контролируешь, не всегда успеваешь среагировать, плюс Огненная Голова была по-хитрому так кинута, в общем, потерял половину отряда, половину отряда, сейчас половину ХП Легион, но не весь отряд сдуло, и это для него, можно сказать, довольно неплохой исход. Пока что Войнам Хаоса здесь удалось прогнать, ой, как же хорошо для Легиона здесь все складывается, пока что, пока что все складывается хорошо, но Архаон противник не самый простой, вот она, вот она пошла, охота синглами, Архаон и два возвышенных героя открыли охоту на Хатепа, Хатеп уезжает быстрее, Хатеп потерял где-то 40% ХП, ему больно, ему грустно, надо валить, бросается буря, попадает по Зеркальной Страже, шкатулка тем временем пока что настреливает. Еще одно заклинание, еще одно заклинание от Хатепа, это дебаф, это Заклятие Иссушение для того, чтобы Стража Громниц лучше сражалась, здесь Некротект рубится с тремя синглами, Склет Копейщики пока задерживают как могут, все, что можно задержать, они пытаются сдержать. Легион, смотрите, подконтроливать успевает здесь свои тылы, не давая Хашкам застрелом противника, прорваться, не давая им расстрелять шкатулку душ, пытается сейчас грабителями Хаоса, Хаосит, повязать шкатулку, еще один возвышенный герой пошел сюда. Хатеп держится подальше от сингл-юнитов, и посмотрите, как грамотный Легион в итоге распределил все отряды. Хаосит тоже пытается поджать, естественно, не наломился в тупую, три отряда, Блоб мощнейший, давит шкатулку душ, шкатулки душ очень грустно, Склет Копейщики пытаются ее защитить, тем временем у Шепти расстреливают кого? У Шепти расстреливают воинов Хаоса с Алибардами. Не сингл-юнитов. Ну, кстати, сингл-юниты, если останутся здесь без прикрытия пехоты, в целом они затеряются как раз в пехотных отрядах, и если будут, будет у Легиона, а у Шепти останутся, то пробить он синглов сможет. Должен бы, по крайней мере, иметь вот такую возможность. Хашки подъедает тем временем Легион, Хатеп убегает, у Шепти подошли слишком близко, завязался ближний бой, на колеснице Некротек мучает пехоту, ой, шкатулка начала стрелять, кстати, Войны Хаоса сейчас в опасности. Стража Гробниц окружает Архаона, здесь возвышенные герои рубятся с копейщиками, бросается еще одна огненная голова, Легион не успевает убежать, теряет часть ХП, и сейчас еще подздует здесь калипы копейщиков. Легион увидел, кстати, что копейщики под угрозой, и успевает увернуться, сохранив свой отряд. Конечно, часть ХП он потерял, но отряд еще жив, значит, отряд еще может что-то сделать. Здесь развернулись сейчас возвышенные герои в Хатепа, живы еще в Саннике Скелеты, Хашки врываются сюда, в шкатулку душ, возможно, сейчас будет расстрел в упор, бросается буря, попадает по тяжелой пехоте Хаоситов, очень сильно, кстати, теряют пехоту Хаос, постепенно, вроде как грамотно ее распределяет, но Легион в итоге развязывает себе руки постоянно, постоянно выбегает с помощью Ушепти, постоянно разгоняет всех вокруг от шкатулки душ и начинает стрелять этой шкатулкой, при этом успевает под контроль здесь верховного жильца. Классная игра получается, оба игрока так контролят, Хасит постоянно носится за Хатепом, не дает ему продохнуть, но Легион Хатепа не оставляет и пытается все время убежать. Пытается Хасит сейчас за счет массы зажать Хатепа, но Хатеп вырвался, кстати, из грабителей всадников, я думал, что все, это уже будет конечное, что он не убежит. Ушепти тем временем постоянно стреляют в толку. Коней, да, надо разваливать, потому что кони это масса, это запирающая сила, а с помощью нее Хасит будет иметь возможность убить в итоге Хатепа. Пока что Архаона и возвышенных героев одних не хватает, чтобы поймать Хатепа. Ой, Легион мастер такого стиля игры, он постоянно носится, ушепти контролят, вот с ним тяжело играть, я скажу, потому что у него все отряды бегают постоянно. Бросается еще одна огненная голова, в этот раз Легион успел убежать от нее. У Хасита еще довольно много осталось. Призывается ушепти, ой-ой-ой-ой-ой, и ушепти зажимают возвышенного героя. Неприятная ситуация для Хасита, пехота его прос... Посмотрите, практически вся развалилась сейчас. Хороший чарж, шкатулка почти отвалилась, еще один удар, и, видимо, шкатулка Легион потеряет, но она уже очень хорошо себя показала, потому что у Хасита практически не осталось пехоты. Легион сейчас может эту пехоту провожать. Ему нужно будет как-то справиться с Архаоном. Хотя остатки пехоты здесь еще есть, но у ушепти больше половины зарядов, и 8 из 9 моделей. Очень хорошо призванные у шепти ближнего боя расправились с возвышенным героем. Здесь все еще цела стража громниц. Нужно, конечно, палить, чтобы Архаон не бросил еще одну огненную голову, а он бросит. И не факт, что ты успеешь еще увернуться. Вот тут вопрос больше не в том, увернешься ты или нет обычно, да, в такой драке, а в том, как сильно тебя заденет. Потому что именно в такой драке тяжело бывает увернуться, пока отряд повернется, убежит. А вот часть отряда вывести все-таки можно, и спасти отряд от полной гибели. Бросается еще одна буря на ход. Хаосит не успевает среагировать. В итоге Войны Хаоса теряет еще некоторое количество ХП. Теряется мораль. Сюда же влетает Хатеп. Хатепу не хватает ужасающего вида, чтобы всех здесь распугать. Он только страшный, но не ужасный в итоге. Хаоситы выдерживают, пока этот отряд Хаоситов выдерживает. Ушепти продолжает снайпить Архаона. Что делает этот бешеный Некротект? Вы посмотрите, он постоянно в спину грызет возвышенных героев. Бросается еще огненная голова. Попадает по стражам гробниц. Но отрядик еще жив. Архаон, по идее, много набьет. Архаон пытается поймать Хатепа. Мажет. Подбегает, но не бьет. Легион спасает Хатепа, врезавшись в Архаона своими всадниками-скелетами. Немного его остановив. Тут несется еще один возвышенный герой. Попадет ли он? Чержанул, но не ударил. Очень странно, кстати, вы заметили, постоянно эти ребята тыкаются носом в спину Хатепа. Да, Архаон и возвышенный герой. Но не бьют. Интересно, с чем это связано? С особенностями колесницы. Может колесницу тяжело преследовать. Потому что, что Архаон, что возвышенный герой вроде подбежали и имели возможность ударить, но тем не менее не ударили. Хатеп нагло волейбордистов врезается. Вот Хатеп-то. Вот дает. Бешеный Некротект. Опа, еще одна голова. Я в шоке от этого Некротекта. Еще одна голова. Не очень удачно, конечно, кинул в этот раз у нас Жан Пастекс. Потому что кинул, дав возможность быстро убежать региону от этой головы. Некротект, жесть. Чтоб Некротект разгонял хаоситов под швок. Это, конечно, нужно очень громадно им играть. Но, видите, регион постоянно под прикрытием своей пехоты дерется сингл-юнитами. Сам же регион советовал по-моему, убивать... По-моему, легион советовал. Главное, не ошибиться. Легион или Войт говорил убивать в первую очередь царям всю пехоту. Чтобы оставить их синглов беззащитными. То есть, прям сдувать, сдувать все, что можешь. Можешь. Потому что кажется, что пехота, скелеты-копейщики это чушь и ничего они не сделают. Но на самом деле они очень важны, потому что они прикрывают как раз-таки довольно уязвимых сингл-юнитов и уязвимых стрелков царей-громниц своей массой. И остается в итоге здесь у нас Архаончик. Один, ну, практически один, развернулся в Некротекта. Некротекту снова повезло. Вот, посмотрим. Сейчас Архаон догонит его. 1900 хп. Больше у Архаона в итоге скорость, но за счет чарджа Некротект уходит. Разворачивается Архаон в Ушепте. Сюда дается хил. Один Ушепте сразу отвалился. У Архаона, возможно, будет еще одна огненная голова. У Архаона есть возможность завалить Хатепа с одного удара. Архаон пока не сдается. Надо расправляться с Ушепте. Выстрел в упор. Архаон, нет, не добивает еще Ушепте. Я думал сейчас, а нет, все-таки сваливает с одного удара. Сейчас будет еще один удар. Дебафов на Архаоне пока что нет. Тяжелой ситуации сейчас, конечно, игрок за хаоситов. И в опасной ситуации находится Легион тоже, потому что Архаон все-таки не прощает. Он еще меч может включить. Архаон решает выбежать, да? Пехоты не осталось. Архаон выходит из боя. У Шепте его пока расстреливают. Ушепте в упор. 2500 ХП. Кстати, Ушепте в упор стреляет мимо Архаона. Над ним. 2400. Попадает. Минус. Нет, не минус. Нифига себе. Не прошел удар. Или не хватило силы для того, чтобы сбить ХП. У нас, знаете, классическая ситуация. Один хаосит против кучи царей и гробниц. Да, как Касти в том Зигвальдо. Включает Архаон все бафы. Ему сейчас нужно их реализовывать. Доберется ли он до Некротекта? Один удар. Один удар. Посмотрите на урон Архаона. Но Архаон пропускает плюхи. Архаон, ты будешь бить Некротекта? Архаончик, дорогой, куда ты выходишь? Ну и сейчас Хасит, на мой взгляд, серьезную ошибку совершает. Вроде как бьет. Бафы уже заканчиваются. КП он много пропустил. И в итоге сдается Хасит. Ха. Интересно. Хасит решает сдаться. Хотя, казалось бы, шансы еще есть. Или у него мораль отвалилась? Нет, мораль не отвалилась. Он не двинулся. Посмотрите, какое количество хитпоинтов набивает здесь Архаон. О, хитпоинтов. Величину урона 3750. Это очень много. Архаон здесь сделал, конечно, дофига. Ладно, давайте посмотрим сначала царя Некротект. Хорошая игра с сингл-юнитами от Легиона. Выжимает из старей все, что можно выжить из них. Просто. Шкатулки. Не так много набили, как казалось бы, могут. И у шепти вроде как бегали весь бой. Зато пехота очень хорошо показала себя. Редко я вижу, чтобы пехота царей так долго и хорошо держалась. Так, Архаон возвышенный герой неплохо, хотя, блин, мазали. Пеха эта даже успела что-то набить. В итоге хашки. Хашки маловато. Бывает больше, но Легион красиво законтрил хашк. Здесь смог не дать им пройти к шкатулкам. Интересная игра, приятно видеть царей. Редкая фракция, конечно. На этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока!